Здравствуйте! Это передача Акцент и я ее ведущий Степан Крижановский. Километры новых дорог, благоустройство общественных детских спортивных площадок для устюжан всех возрастов. Все важные нововведения в Великоустевском районе принимаются на градостроительных советах. 2022-й стал очень важным для сферы образования. Капитальные ремонты ведутся сразу в нескольких учебных заведениях и их объектах. В этом выпуске поговорим о преобразовании в общежитии Гуманитарно-педагогического колледжа. Трехэтажное кирпичное здание Гуманитарно-педагогического колледжа было построено в 1984 году. На сегодня его многочисленные комнаты служат жильем для 140 студентов. Часть комнат также ежегодно задействуется как пункты временного размещения. В течение многих лет комнаты, служебные помещения, подвал точечно ремонтировали собственными силами. Но время вносило свои коррективы. В первую очередь была необходима замена всех окон. Проблема, она, конечно, была известна руководству департамента образования. Я считаю, что в первую очередь, наверное, именно департамент образования. Наш учредитель способствовал тому, чтобы нам выделили вот эти средства именно на ремонт окон. В 2021 году на градостроительном совете проект ремонта общежития был поддержан устюжанами. На проведение этих работ из регионального бюджета была выделена сумма 9 миллионов рублей. К ремонту приступили в мае 2022 года. Мы отремонтировали душевые, прачечную. И самое главное, мы заменили все окна на всех трех этажах. Была очень большая проблема с ними, потому что большая часть из них просто сгнила. И в комнатах было холодно. На этом объекте у нас все ремонты прошли без проблем. Один из подрядчиков – это местная организация, а второй – предприятие из города Вологда. И все они выполнили свои работы досрочно. Досрочно и я считаю, с хорошим качеством. К обновленным душевым и бытовым помещениям уже за собственные деньги были докуплены стиральные машины, что также подняло уровень комфорта для проживающих. На этом нововведения не закончились. В этом году сумели отремонтировать и кровли трех учебных корпусов. Это также было, так сказать, финансирование произведено по решению градсовета. Таким образом, мы обеспечили безопасность, также сохранность имущества. И самое главное, мы планируем не останавливаться на этом рубеже, а в следующем году проводить ремонты и дальше. Потому что в следующем, в 2023 году, планируется оборудование мастерских по двум направлениям. Это преподавание в младших классах и дошкольное воспитание. И вот как раз ремонт кровли – это необходимый был первый этап для того, чтобы обеспечить дальнейшие ремонты. Начиная с нового учебного года, проживание студентов действительно стало комфортным, отвечающим всем современным требованиям. В доме иногородних студентов больше нет проблем с теплом, водой и канализацией. Улучшенные бытовые условия также должны положительно сказаться на успеваемости будущих педагогов и воспитателей. На этом очередной выпуск передачи «Акцент» подошел к концу. До встречи через неделю.